Для пятиэтажки на улице Попова требуют помочь им с переездом в другие квартиры. Несмотря на то, что дом совсем не аварийный, жить там, по словам самих жильцов, невозможно. В нескольких десятках метров от дома проходит железная дорога. На шум и вибрации люди жалуются уже 11 лет. Даже Роспотребнадзор уже признал их квартиры непригодными для жизни. В ситуации разбирался наш корреспондент. Реприжераторы как остановятся, такой гул там стоит, да? Они поставят и стоят несколько часов, а бывает и ночью они тут стоят. Это такой шум от них, это ужас. Просыпаться жители 22-го дома на улице Попова могут без будильника. Достаточно просто знать расписание товарных поездов в Красноярской железной дороге. Днем составы ходят с интервалом не реже раза в 15 минут. При этом движение сопровождается звуковым гудком. Это обязанность машиниста. Люди пытаются добиться хотя бы шумоизоляционных экранов уже 11 лет. За это время писали в РЖД, администрацию, прокуратуру, губернатору и даже в Госдуму. Благодаря активности ТСЖ по адресу регулярно проводят замеры, но халатно, как считают жители. Когда приезжает комиссия, всегда тихо, спокойно. Да, вот один еле-еле прошел. Это ощущение, что позвонили, сказали, мы сейчас все берем, вы приезжаете. Конечно, они позвонили, и все, и все вон там стоят за горой, все поезда стоят. Участок железной дороги в этом районе появился 70 лет назад. Затем в 87-м возвели жилой дом для военнослужащих. Но построили его слишком близко к железной дороге и обрекли ветеранов на новую войну. Теперь уже с шумом. Край дома от железной дороги отделяет всего несколько десятков шагов. Это расстояние стук колес поезда преодолевает за считанные секунды. Тихо здесь практически не бывает. От вездесущего гула не спасают ни пластиковые окна, ни шумоизоляция. Прибытие поезда в квартире ощущается, как на вокзале. Сильнее всего страдает угловая квартира Григория Колбика. Она находится ближе всего к путям. За годы борьбы с чиновниками пенсионер добился, чтобы Роспотребнадзор признал его жилье непригодным для жизни. Но ни переселения, ни компенсации он так и не дождался. И решился обратиться лично к мэру города. Владислав Анатольевич, я Колбик Григорий Васильевич, ветеран военной службы, орденоносец. Прошу вас разобраться в этом вопросе. Мою квартиру признали непригодна для жилья. Прошу вас принять меры к тому, чтобы вы мне дальше продвигались. Что с ней делать? Как мне жить дальше? И что мне туда обращаться? Я еще жить хочу. Сейчас по закону, так как квартира приватизирована, Город может предложить Григорию Васильевичу комнату в общежитии, либо очередь на улучшение жилищных условий, и то, если он докажет, что является малоимущим. Тем не менее, ограждать дом от железной дороги будут. Проектные организации, в которых мы запрашивали коммерческие предложения, смотрели рекомендации, они называют предварительную стоимость установки такого экрана где-то 60 миллионов рублей. Плюс еще во всем доме нужно поменять пластиковые окна на пластиковые. Подготовка к работам начнется весной, но страдать от шума жителям многоэтажки придется еще минимум год.